Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. В эфире Вектор ТВ и вашему вниманию программа Рубикон. В эти минуты наша команда представит обзор чрезвычайных происшествий, отмеченных на территории Витебской области. В студии Глеб Прокофьев. Здравствуйте. Обнаружен мертвым. В Лепеле нашли тело двухлетнего мальчика. По дозрению в убийстве задержана мать ребенка и ее сожитель. О пропаже сына 23-летняя жительница Лепеля сама сообщила в милицию. Мать рассказала свою историю. Гуляла с ребенком в парке, мальчик пропал. И тут же описала мужчину, с которым якобы видели ее сына. По тревоге был поднят весь личный состав районного отдела милиции. Мальчика искали повсеместно, опрашивали очевидцев. Водолазы проверили дно близлежащих водоемов. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения правоохранители установили маршрут следования заявительницы в этот день, а также тот факт, что она была одна, без ребенка. Для выяснения всех обстоятельств исчезновения на адрес ее проживания была направлена следственная оперативная группа. Именно здесь, в хозяйственной придомовой пристройке, было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Чтобы установить обстоятельства гибели ребенка, назначен ряд экспертиз. Мать мальчика и ее сожитель задержаны. Страшная дорожная авария. В результате лобового столкновения один человек погиб. Двое, в том числе малолетний ребенок, оказались в реанимации. 18 часов 30 минут. Деревня Охотница. На месте работают бойцы МЧС, медики, милиция, следователи. Участниками аварии стали два легковых авто – «Ситроэн» и «Жигули». В ходе проведения проверки было установлено, что водитель автомобиля «Ситроэн» двигался и совершал маневр по обгону автобуса, однако в результате чего произошло столкновение с двигающимся в посредственное направление автомобилем «ВАЗ». Водители-пассажиры «Ситроэна» не пострадали. В автомобиле «ВАЗ» ехали супруги и малолетний ребенок. Их сразу госпитализировали. Мужчина-водитель скончался в больнице, и ребенок и женщина были направлены в реанимацию. Сейчас состояние ее стабильное. Она находится в отделении анестезиологии реанимации. И девочка два года шесть месяцев также была госпитализирована в отделении анестезиологии реанимации. С диагнозом черепно-мозговая травма, множественные ушибы грудной клетки туловища, ссадины лица. Но сегодня ребенок в стабильном состоянии переведен для дальнейшего лечения в детское отделение нашей городской больницы. Проверка по данному факту продолжается. Недалеко от места, где произошла эта страшная авария, на следующий день на автомобиле упало дерево. На месте работали бойцы МЧС. Чтобы освободить автомобили, им пришлось разрезать березу. В результате падения дерева пострадало два автомобиля. Обошлось без человеческих жертв. Предположительно, причину падения березы связывают с сильным порывом ветра. Пожар в Витебске. Огонь унес жизнь 70-летнего хозяина жилого дома. Ночью 24 мая на пульт витебских спасателей поступило сообщение о пожаре. Прибыв на место, спасатели увидели открытое горение дома. Уже в ходе тушения пожара в доме сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. Выяснилось, что это 70-летний хозяин дома. На момент пожара пенсионер находился в своем жилище с 64-летней женщиной. Ей удалось самостоятельно покинуть дом. Огонь повредил кровлю дома, потолочные перекрытия, стены и имущества. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома. Точная причина и обстоятельства пожара устанавливаются. Такую же причину возникновения пожара рассматривают и в случае, который произошел в Полоцке. Сигнал о пожаре спасателям поступил 26 мая в 23 часа 55 минут. В процессе развития возгорания взорвался газовый баллон. Пожар удалось ликвидировать за полчаса. В результате ЧП в доме уничтожена кровля, повреждено потолочные перекрытия, стены, имущества. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении 51-летнего хозяина дома. Собака, друг человека или все же нет? Таким вопросом хочется задаться после инцидента, произошедшего в одной из деревень Полоцкого района. Годовалый ребенок дома играл с собакой. Предположительно, в какой-то момент он дернул животное за хвост. Собака в ответ укусила мальчика за голову. Незамедлительно родители вызвали бригаду скорой помощи. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следователи установили, что собака принадлежит знакомому семьи, который приехал погостить. По данному факту проводится проверка. Неординарный и довольно жестокий способ развлечений выбрали учащиеся одного из колледжей Витебского района. Одни обмотали парня скотчем и стали его избивать. Учащиеся колледжа 2000 и 2001 годов рождения в комнате общежития заклеили скотчем глаза и рот 20-летнему парню. После, обмотав руки и ноги, вынесли однокурсника в коридор. Там на всеобщем обозрении они тягали парня по полу и наносили удары по голове. О случившемся сотрудники милиции узнали, посмотрев видео в социальной сети, которое выложили в интернет сами подозреваемые. Потерпевший стыдился этого случая и боялся, что история может повториться. Поэтому об этом никому не рассказал. В отношении обидчиков возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенная группой лиц». Сейчас правоохранители проверяют возможность причастности злоумышленников к другим преступлениям. Ранее подозреваемые уже привлекались за распространение нацистской символики и экстремистских материалов, а также имеют судимости за кражи. Ну что ж, на этом все. В эфире увидимся ровно через неделю. Следите за новостями на YouTube-канале нашей телерадиокомпании, в группе ВКонтакте и в профиле в Instagram. Будьте бдительны, не переходите Рубикон. И до новых встреч на Вектор ТВ. Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00. Субтитры создавал DimaTorzok